Давайте вернёмся в февраль 2019 года. Samsung представляет свой первый складной Galaxy Fold за пару недель до МВЦ 2019. А уже в рамках мобильного конгресса компания Huawei показывает свой Mate X — складной смартфон, но абсолютно другой. Всего один экран, который к тому же вывернут наружу. Хочешь пользоваться как обычным смартфоном — пользуйся. Хочешь большой экран — нажимаешь на кнопку и раскрываешь его полностью. Да, тогда посетители выставки были просто в восторге. Мне даже кажется, что я ни разу не видел такой огромной толпы на МВЦ, ни на одной из презентаций. Но при этом в итоге концепция не взлетела. И даже сама компания Huawei перешла на форм-фактор, как у Samsung. А теперь знакомьтесь — это Honor V-Pears — смартфон, который был показан как концепт в рамках IFA 2023 в сентябре 2023 года. И хоть он и показался тогда игрушкой или аксессуаром для подиумов, то уже спустя какую-то неделю его решили начать продавать в Китае. Безусловно, сам смарт напоминает тот самый Huawei Mate X. Но при этом это и что-то совершенно иное. Ведь Honor теперь — это отдельная компания с собственными офисами, R&D и линией производства. На которой мы с Митти, кстати, уже побывали и посмотрели на смартфон от самого начала до конца производства, где вываливается коробочка. В общем, подробнее мы рассказали об этом в нашем подкасте Droidercast. Во-вторых, форм-фактор. Хоть и тот же, но концептуально это другое устройство. Как будто в Honor смогли найти рецепт того, как совместить мир технологий с миром высокой моды, сделав из смартфона модный аксессуар. Стильные цепочки тоже имеются. В общем, выясним, сработала ли ставка китайцев. Всем привет, это Droiderc. С вами Валерий Истишев. И это обзор на Honor Vipers. Погнали! Для начала о раскладушках, к которым мы уже привыкли. Первый формат — это Fold. И он уже стал классик. И начало ему положил первый складной Samsung Galaxy Fold. Формат интересный, но не без недостатков. Нужно целых два полноценных экрана, чтобы пользоваться как в закрытом, так и в раскрытом состоянии. Камер тоже больше, чем у обычного смарта. Внешние и внутренние фронталки в итоге богато, то есть дорого. И часто бывают компромиссы. Например, нетоповые камеры. Другой формат, который сразу взлетел — это раскладушки Flip. Их нам тоже первым принес Samsung. Ну, точнее, получился забытый, но знакомый формат раскладушек времен Razer. На новый манер. Пудреница и клёвый аксессуар. Да ещё и компактный. Других же идей и решений, чтобы ещё взлетели за последние пять лет, просто не было. Вернёмся к Honor. На сегодня у компании есть несколько различных раскладушек. И что самое любопытное — Vipers — самые бюджетные из них. А по виду и не скажешь. Смотрите, в таком виде, да ещё и в чехле — это обычный смарт с OLED-экраном на 6,45 дюймов. Умеренно тонкий — 86 миллиметров. И вполне легкий — 214 грамм. Для раскладушки, конечно. Но если вам хочется большего, вот вам, пожалуйста. Лёгким движением руки нажимаем на кнопку, и смартфон элегантно превращается в планшет. С экраном на 7,7 дюймов, притом очень тонкий — 4,3 миллиметра. Ладно, это не всегда выглядит элегантно, особенно в чехле, но именно без аксессуаров этим смартфоном пользоваться не только небезопасно. Всё-таки экран со всех сторон, если упадёт, то на него, хотя он вряд ли разобьётся, пластик — не стекло, но поцарапается в кармане или в сумочке точно. Но и не так клёво, ведь аксессуары тут — это часть дизайн-концепции. И для безопасности, и для стиля. Это же всё-таки purse, или маленькая сумочка, или кошелёк, если хотите. Не просто смартфон, а модный аксессуар, который можно носить в руке, на цепочке, на руке и через плечо. У меня есть два аксессуара. Вот такой открытый, по сути, просто крепление для цепочки. И второй, который делает из раскладушки классический смартфон, пряча и закрывая вторую створку дисплея. С такими дополнениями вы точно сможете удивлять многих, когда внезапно в пару раз увеличите рабочий экран смартфона. Да, конечно, в таком видео он выглядит больше женским. Есть и другие варианты аксессуаров, но всё-таки клатчи мужчины носят редко. Но при желании, конечно же, можно подобрать что-то более брутальное. Но мало того, одна из главных фишек, что на оборотный экран можно ставить различные заставки. Именно в этом случае смартфон превращается в некий модный аксессуар из будущего. Живой клатч. Понятно, что это будет сажать батарею, но никто не заставляет делать это постоянно. Удивить и произвести первое впечатление Vipers сможет на раз. Притом посмотрите на разнообразие этих заставок. На некоторые даже можно добавлять иконки, виджеты. Но да, это больше для фана и не для повседневного использования. Или для подиума, например. По элементам управления тут всё более-менее по классике. Кнопка включения справа, там же выше качелька громкости, зарядка по USB-C. Из необычного разве что та самая кнопка-защёлка для открывания. Не нажав её, смарт не разложится. Эргономически же пользоваться устройством вполне удобно, даже одной рукой. Хорошо ложится и ещё раскладывается. Кроме того, материалы очень приятные, премиальные. Совсем не от середнячка. То есть мы получили раскладушку, которая производит некоторый вау-эффект и может превратиться в обычный смартфон. Выгоден ли тариф на связь от Сбера? Вот, послушайте сами. Безлимитный телеграмм, остатки минут и гигабайты переносятся на следующий месяц. Нет платных подписок, а ещё есть скидки на связь по промо-коду. Звучит неплохо, но раз уж мы техно-канал, давайте спросим у искусственного интеллекта. Например, у Гигачата. Это очень выгодное предложение на мобильную связь. Вы получаете безлимитные мессенджеры возможность оплатить услуги связи бонусами, спасибо, до 99% от стоимости. Даже Гигачат согласен. Ну, и кто мы такие, чтобы спорить с искусственным интеллектом? Так, о чём это я? У Сбермобайл есть различные тарифы телефонной связи с кучей выгодных фишек. Некоторые мы уже описали. Но что, если я скажу, что вы можете оставаться на связи, даже если баланс на нуле? На Сбермобайл в случае неоплаты тарифа телеграмм доступен три дня. А ещё у вас будет безлимитный трафик в аудио-сервисе Звук с подпиской Сберпрайм. Более того, даже платить рублями не обязательно. Можно просто использовать бонусы Сберспасибо. Ну и конечно, без скидок не обошлось. По промокоду WOW30SB вы можете получить скидку 30% на год при подключении к одному из тарифов Optimum, Salute, Premium и Lite. Успейте подключить SIM или ESIM до 15 апреля. Тут и без ИИ понятно, что получается выгодно. Все подробности по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Но что же у нас внутри? И на что способен Honor V-Pers? Процессор Qualcomm Snapdragon 778 5G на 6-нанометровом техпроцессе, не флагманский, 16 гигабайт оперативной памяти, накопители на 256 или 512 гигов. В общем, как мы и догадывались, есть компромисс для уменьшения цены. И не один. Чипсет, например, среднего класса. Но давайте проверим, как он себя показывает. Давайте взглянем на получасовой тест троттлинга устройства. Проходит вполне достойно. Вроде на бумаге и в попугаях все более-менее, но как же в реальной жизни? На самом деле все нормально. Если устройством пользоваться долго и сильно его нагружать, оно, конечно, может нагреваться, но не критично. Система работает быстро и плавно. В играх тоже все комфортно. Правда, понял, что играть в тот же Genshin Impact привычнее на сложном экране лично для меня. На большом пространство хоть и больше, но держать сам смарт иногда не так удобно. Как будто он не раскладывается до конца. В общем, зависит от самой игры. Лично мне формат раскладушек нравится для чтения манги и книг, да и просто серфить по интернету или расчищать почту на большом экране гораздо удобнее. А в игры я не так много играю на смартфоне. Насчет дисплея. Его диагональ в раскрытом виде 7,71 дюйма. Разрешение 2016 на 2348 пикселей. В сложном же получается 6,45 дюймов и Full HD+. Матрица тут OLED очень неплохая и, как очевидно, спеки маленького и большого экрана тут одинаковые. Частота 90 Гц. Хотелось бы, конечно, 120, но что завезли, то завезли. Пиковая яркость заявлена 1600 нит. По коммуникациям тут тоже все в норме. Все основные сервисы на месте. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC. Куда же без него. Но давайте честно, как смартфон устройство не сильно удивляет. Просто хороший добротный середнячок, но с премиальным дизайном. Все работает шустро, но без каких-то сюрпризов. И звезд с неба не хватает. Что его отличает? Конечно же раскладной дисплей. Но еще и фишки системы. В разложенном состоянии тут есть более удобный рабочий стол с доком иконок внизу, да и на большом экране очень неплохо смотрятся виджеты. Ну и, конечно, фишки Always On Display, которые дополняют идею стильного аксессуара. О них мы уже упоминали в разделе дизайн. И да, на нем кайфово читать тот же Telegram или статьи на сайтах на большом-то экране. Вот, например, наш родненький droidergram. Смотрите, как круто смотрится. Кстати, welcome. Заходите, у нас там интересно. Отдельно мне очень нравится открывать карту на смартфоне, а смотреть ее уже на планшете. Напоминает вайп бумажных карт в путешествиях начала 2000-х годов. Ну и работать с двумя приложениями, разделив экран пополам. Это удобно, но как и в любой другой раскладушке. Кстати, к этому очень быстро привыкаешь и подсаживаешься. Потом, переходя на обычный смартфон, начинает чего-то не хватать. Но при этом каких-то суперновых и модных софтверных фишек раскладных смартфонов я тут не нашел. Хотя сама система очень приятная. Например, тут есть любимые митины большие папки. Еще один минус пока что нет и непонятно будет ли глобальная версия Vipers. Только китайская, поэтому нужно потратить некоторое время, чтобы удалить все китайские сервисы и постараться избавиться от всех иероглифов. Хотя иногда они вас все-таки будут подкарауливать. Но благо Google сервисы на месте, тут никаких проблем нет. Вот в чем я сильно сомневался, когда взял это устройство, так это в автономности. Тонкое, легкое, с огромным дисплеем. Ну сколько оно может проработать? До обеда. Внутри тут два аккумулятора в каждой из створок. Их суммарная емкость 4500 мАч. Кстати, тут литий-полимер. Но мы в Китае держали в руках кремниевоуглеродные аккумы из Magic V2, которые вмещаются в кардхолдер. И выглядят очень круто. Кстати, еще один минус этого форм-фактора. Тут нет беспроводной зарядки. И, наверное, быть не может. Экран с обеих сторон. Так что довольствуемся только проводной, мощностью 35 ватт. Не очень быстро на сегодняшний день, но достаточно по современным меркам. Ну и что в итоге по автономности? Мы провели наш классический тест. Белая тема, ютуб-плейлист разборы на полной яркости. Получилось. В разложенном состоянии смарт проработал 5 часов 4 минуты. А в сложенном, как выяснилось, не намного больше. 6 часов 45 минут. Интересно, хоть половина экрана и не активна, а разница не настолько ощутима. В общем, долгожителем перс не назовешь. Теперь переходим к теме, которая меня удивила больше всего. Я ее озвучил в самом начале. Как такое возможно, что это самая дешевая раскладушка компаний. Даже с учетом того, что мы уже о ней рассказали. Чтобы вы понимали, в переводе на рубли он стоит примерно 70 тысяч. Давайте разберемся, но, наверное, вы уже частично догадались. Первая причина — сам форм-фактор. Главный плюс — не нужно дублировать все элементы, как в фолдах. Сами посудите. Экран тут один, а не два, как в том же Magic V2. Камер тоже меньше всего три против пяти в Magic V2. В общем, экономия на отдельных элементах и комплектующих налицо. И довольно приличная. Про саму R&D концепции тут сложно сказать, сколько потрачено. Возможно, не так уж и много. И возможно, это частично наследство от Huawei. Ну и на спеках тоже сэкономили. Они не флагманские, но добротные. Видимо, в поисках баланса доступности. Но что-то мне подсказывает, если поставить внутрь Snapdragon 2 и экран на 120 Гц, то такая конструкция не очень справится с отводом тепла. Да и батарея сразу нужна будет более внушительной. Так что, скорее всего, выбор средней начинки тут верный. Как говорится, проверено Китаем. Напомню, что он продается только там, и говорят, что в Поднебесной именно эта модель популярнее всего и уверенно завоевывает рынок раскладушек. Но за счет чего? Во-первых, вау-эффект выглядит круто, работает хорошо и еще и два в одном. Во-вторых, стоимость, в том числе за счет меньшего числа компонентов и компромиссов. Ну и в-третьих, стиль. Как мы уже сказали, идея модного аксессуара может быть интересной, и там она зашла. Но лично мне очень жаль, что Honor бьют только в одну часть аудитории. Очевидно, фокус на женскую. Ну а шутки для форм-фактора барсетки для мужчин оставим для комментариев под видео. Welcome. Что ж, остались камеры. И не просто так они остались напоследок. Как будто это тут не так уж важно, что ли? Хотя, с другой стороны, стильный модный лайфстайл аксессуар. А как же селфи? Как я уже сказал ранее, камер тут не так много, особенно в сравнении с Magic V2. Всего-то три. Одна непосредственно в дисплее, ее я буду называть фронталкой, и еще две в утолчении, за которые чаще всего держишь смартфон. Ведь селфи можно делать и на основную камеру, главное нажать кнопочку интерфейса вот так. Что же по спекам? Обычная фронталка слабенькая. Ее разрешение всего 8 мегапикселей, на сегодняшний день маловато. Снимает вот так, для кружочка в Телеграме сойдет. Основная камера поинтереснее. 50 мегапикселей с широкоугольным объективом и 12 мегапикселей с ультрашириком. Последний без автофокуса. Я бы сказал, что реально тут работает основная камера, на нее можно делать качественные снимки. Ультраширик тоже неплохо справляется со своей работой и будет полезен на узких улочках. Девушки же отметят, как можно визуально удлинить ноги или особенно снимать с нижнего ракурса. Ну а если делать селфи на основную камеру, то есть перевернув изображение на другой дисплей, надо держать смартфон аккуратно, чтобы не так много руки было в кадре. В общем, нужно приспособиться. Еще я подумал, что штатив и селфи-палки для данного смартфона будут работать странновато. Все-таки не очень хочется сжимать корпус, все-таки это экран. В общем, форм-фактор придумали, а обновить селфи-палки забыли. Короче, выводы по камере. Во-первых, смотрите на снимки, вроде бы и неплохо, но можно и получше. Но в любом случае, если добавить автофокус, да еще и зум-камеру, то и цена взрастет. В общем, компромисс налицо, но в принципе с такими фотками жить вполне можно. Что ж, подведем итог. И лично я люблю смелые эксперименты, когда компании умеют удивить. Увидев впервые Vipers на выставке, я испытал тот самый вау-эффект. Но как будто бы он был нужен только для выставки, и я никак не думал, что этот смартфон станет где-то популярным. Но теперь, попробовав устройство на вкус, я понял, что эксперимент-то удался гораздо лучше, чем когда-то у Huawei. По сути, с тем же дизайном, но с другим, как выяснилось, более правильным позиционированием. Стиляги любят необычные штуки. В итоге получилось устройство интересное и с точки зрения технологий, и с имиджевой стороны. А вот сработает ли такое в России, если еще и цена будет хорошая? Тут напишите свое мнение в комментариях. И особенно интересно, что думает наша женская аудитория. Напишите обязательно. А парни, покажите обзор вашим половинкам и спросите их мнение. Я лично показал этот девайс жене и понравился. Но вы не подумайте, я не пытаюсь его сильно расхваливать. Минусов тут тоже хватает. Во-первых, экран со всех сторон. Если его класть в карман или в сумку или куда-то, все это будет царапаться. Камеры тоже весьма средние, ну и компромисс по железу. Но при этом девайс веселый, и почему-то мне захотелось о нем рассказать. Это Дроидер. С вами был Валерий Истишев. До встречи в будущем. Не забывайте подписку, лайк и колокольчик. Нам это очень важно, а вам не сложно.